ну что же мы помним что у huawei самые комфортные экраны для утопления для всего остального как они говорят их можно и бросать и чего только с ними не делать плюс еще их можно глубоко глубже чем остальные смартфоны опускать и с ними все будет хорошо в принципе хоть чем-то они должны брать почему напоминаю потому что здесь нет ни 5g google сервисы через что-то ставится еще многие много всяких прелестей которая вам обязательно расскажу в ролике всем привет вы на канале пользы нет меня зовут сани здесь только быстрый обзор и долгие стримы сегодня вопреки всему несмотря ни на что я расскажу вам об очень классном флагмане от huawei это huawei made 50 про и чтобы всем было не скучно разумеется через призму сяоми 13 я купил его получается уже вторым на сяоми 13 в китайской версии обзор уже был на канале и я вам скажу я купил глобалку они ее допилили еще когда пилили и по фото и по видео но рассказ сегодня а huawei что это такое первое этот смартфон разумеется как вы видели в самом начале вообще не боится воды у него нереально классные фотографии особенно ночью у него довольно мощный процессор потому что почти миллион баллов в antutu он выбивает он один из немногих флагманов куда можно запихать в слот не только sim-карту но и карту памяти и у него один из лучших экранов в плане защищенности среди всех смартфонов миллион тестов просто везде практически на каждом шагу на ютьюбе если говорить о фронталке может быть кого-то челка и бесит но она и правда меньше чем у яблоко было в 13 pro max в 14 pro max и и уже нет и второй момент у нее есть магическая особенность здесь фронталка хороша это 4к 60fps они 1080p как у некоторых флагманов если говорить в целом об этом устройстве разумеется это камерафон и он вас как камерафон не разочарует а вот все остальное вы узнаете в ролике плюс вы увидите фото видео сравнение фото я тоже добавлю и разумеется фотографии исходники будут в telegram канале моем личном не забудьте подписаться напоминаю кстати что у моего очень хорошего друга василия есть канал пикин близко и у него уже на руках есть xiaomi 13 ультра и если вам нужны какие-то супер премиальные товары супер быстро обращайтесь к нему этот человек с которым я получается работы уже много времени и еще раз он не не дает товара я у него покупаю поэтому как продавец его однозначно вам рекомендую не забудьте подписаться на его телегу у него там много новостей и всегда новинки в любой момент смотрим распаковка поставляется данный смартфон в черной упаковке из плотного картона стандартных размеров на упаковке есть название модели и и краткие характеристики пакинг обыкновенные в комплекте мы имеем краткое руководство ключ для извлечения прорезиненного гибридного слота по 2 наносим карты или одну наносим карту и карту памяти до 250 гигабайт прозрачный силиконовый чехол пусть дешевые простой но он есть блок питания на ультра скромные 66 ватт кабель для зарядки с юсб и на тайп си сам смартфон весит устройство 209 граммов а габариты 162 на 75 на восемь с половиной миллиметров без блока камер розыгрыши море читаем описание какие сейчас актуальны постоянно это 5 mi band of 7 серии разыгрывается за лайк подписку и комментарии к любому видео не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок я к слову скоро там буду айфон разыгрывать 14 плюс телеграм-канал взаимопомощи мой личный телеграм-канал и обязательно подпишитесь на века если не хотите потерять полезные обзоры либо планируете скачивать vpn перейдем же к смартфону продажи доступны четыре варианта расцветки это черный серебристый оранжевый и фиолетовый дизайн привлекательный но тыльная часть выполнена из лианцевого стекла и корпус очень маркий без чехла однозначно не вариант его использовать рама металлическая за что плюс в руке смартфон держать удобно лежит он хорошо из-за закругленных краев пользоваться одной рукой лично мне было не совсем комфортно но возможно в первую очередь из-за того что углы сильно скошены и в принципе этот водопад не особо приятный то есть слишком большой градус хотя к этому можно привыкнуть и кому-то даже это нравится плюс запоминаем что несмотря на то что здесь стекло с космической защиты и тестов его просто туляр на ютюбе если вы его разобьете это будет очень дорого а разбить его учитывая что у него нет бортиков намного проще чем прямой экран на корпусе расположены кнопка питания качели регулировки громкости разъем юсб тайп си от ага версии 31 ген 1 с поддержкой дисплей порт версии 1 и 2 что прям нереально круто далее с микрофон и стереодинамики со звучанием и технологией huawei listen для наушников звучание не супер топовая но хорошая громкости достаточно очень хорошая вибромотор тактильно неплохой но настроить силу вибрации к сожалению нельзя в стоке нет это раз а два он конечно не как у топовых флагманов бибики и к порт на борту а вот миниджека не завезли смартфон имеет официальную заявленную защиту от влаги и пыли класса ip68 начале ролика вы могли наблюдать как я усердно топил данную модель по итогу с ним все в порядке если с ним что-то случится я вам об этом сообщу и помним что у него класс защиты подразумевает еще более глубокое погружение чем у большинства флагманских устройств на рынке так что дайвера радуйтесь у вас есть возможность попытаться его убить и потом по гарантии поменять не факт что у вас правда получится поменять смартфон оснащен oled-дисплеем на 6,74 дюйма с разрешением 2616 на 1212 пикселей разрешение можно изменять в настройках или пользоваться умным режимом очень странное разрешение по мне дисплей покрыт стеклом кун лун сертификации прочности sgs но не во всех версиях поэтому уточняйте перед покупкой там вообще все очень сложно плотность пикселей 428 пипя и не туда и не сюда почему потому что 400 пипя это по мне эталон минимальные а 500 пипя великолепно для того чтобы читать и здесь идет определенный даун скейл потому что были у них и покруче экраны в прошлых моделях поддержка одного целых семи сотых миллиарда цветов и hdr 10 плюс матрица экрана с закругленными краями при ярком освещении яркости экрана с включенной автояркостью в целом хватает но запаса нет и по сравнению с яблоком у которого одна целая две десятых люкса у huawei 0 7 люксов вы можете это наблюдать на экране и когда ты привык более яркому экрану на солнце на huawei конечно все читабельно в автояркости но ощущается нехватка после samsung of топовых и яблок автояркость работает хорошо быстро адаптируется под смену освещения частота обновления экрана 120 герц технологии динамического режима точно 300 герц отрабатывает плохо результат теста на частоту дискретизации касания вы можете наблюдать на экране шим затемнение 1440 герц у меня глаза от экрана не уставали процент шим и небольшой выше 20 процентов не подымался always on display в наличии далее мультитач на борту экрана 10 касаний одновременно откликается практически моментально разблокировать экран при помощи сканера отпечатков пальцев можно внедренного в экран и при помощи распознавания лиц сканер отпечатков пальцев работает корректно промахи бывают но редко вот распознавание лица срабатывает стабильно хорошо даже под небольшим углом зарегистрировать несколько одинаковых отпечатков пальцев нельзя а биометрические данные можно внести только одного лица подбородка не то рамки небольшие но есть челка ко всему она довольно крупная летим дальше процессор qualcomm snapdragon 8 плюс ген 1 всех процессом 4 нанометра с 8 ядрами графический процессор адрена 730 искусственный интеллект qualcomm i engine ген 7 интерфейс емью ай 13 на базе андроида 13 версии отмечу что после установки последнего обновления которое мне прилетело у меня перестали запускаться все игры которые раньше работали исправно но после того как я стал использовать же боксовскую программу стало все работать опять же помним что прилетает обновление вам нужно искать сразу другие способы каким образом заходить в игры либо в сервисы допустим тот же вансит у не перестал работать я не собираюсь вам рассказывать по поводу всех прелести отсутствие гуглов потому что для большинства это огромный плюс я их не понимаю но я понимаю что такие люди есть тем более если у тебя huawei вский часы huawei вский ноутбук планшет все это в сумме учитывая стоимость и постоянные скидки дает понимание что это дешевая топовая экосистема со своими минусами оперативная память lpddr5 на 8 гигабайт внутренняя памятью fs3 1 на 512 или 256 гигабайт имеется поддержка высокоскоростного вайфая 6 серии не 6 я не 7 а только 6 поддержка 5g сетей отсутствуют наглухо а 4g есть 7 20 бэнд связь ловит хорошо датчики приближения не подводили bluetooth версии 5.2 напоминаю что в остальных флагманов у всех 5 и 3 и на все поддерживается можно установить мир пэй и привязывать карту мир чтобы использовать бесконтактную оплату емкость аккумулятора 4700 миллиампер часов смартфон поддерживает быструю зарядку на 66 ватт и беспроводную зарядку до 50 ватт и реверсивную у меня от 0 до сотки от родного адаптера питания заряжается среднем за один час особо быстрым это не назвать и за 30 минут он заряжается на 50 процентов напоминаю что есть уже смартфоны зарядкой на 200 ватт на 300 ватт на 100 ватт а здесь у флагмана 66 поедает за час просмотра видео на ютьюбе в среднем где-то 6 процентов в играх уходит среднем 24 процента возможно погоняю в онлайне на твиче приходите в тактику ли посмотрите как он себя вел и как вела его фронталка ссылка на твич в описании либо на лайв-канале а запись разумеется выгружу перейдем же к тестам тротлинг тест проходит со следующими цифрами 240 гипсов минимально максимально 461 гипс в среднем 302 гипса на 100 потоках при 60 минутах процессор тротлет и это заметно даже не вооруженным взглядом в geekbench и в сингл коре 1302 в мульти коре 3319 3d mark wildlife показал себя на максимум wildlife extreme 2803 wildlife стресс тест 10730 wildlife extreme стресс-тест 2797 и slingshot extreme и slingshot на максимум при том это результаты были вне максимального режима 3d марки я прогонял без него но морозилки не понадобилось в antutu результат в 938 тысяч был выдан им после того как я включил производительный режим потому что без производительного режима он показывал 760000 сторож тест показал скромные 49000 почему потому что у большинства флагманов на сегодняшний день а юф стоит версии 40 и там уже цифра в 130 тысяч это реально влияет на скорость работы особенно в его операционке стресс-тест прошел совсем не идеально вы сами видите можно тапать по экрану можно не тапать по экрану вы видели результаты троттлинг теста процессором основной блок камер с тыльной части состоит из трех сенсоров двойной лет вспышки направленного микрофона основной широкий сенсор на 50 мегапикселей с оптической стабилизации и светосилы f1 и 4 ультра ширик на 13 мегапикселей с углом обзоров 120 градусов и телефото сенсор на 64 мегапикселя и оптической стабилизации и светосилы f на 35 цифровая стабилизация также на борту как и цифровой оптический гибридный зум запись видео доступно в максимальном разрешении с основного сенсора 4к 60 fps запаса 8к нет фронтальный сенсор с ультра шириком и углом обзора на 13 мегапикселей и 3d датчиком глубины находится в верхней части экрана в челке максимальное разрешение для съемки видео 4к 60 fps на борту есть стандартные режимы для фото и видеосъемки вспомогательные функции тому подобное к примеру используется технология xd fusion pro для улучшения качества фото улучшенные алгоритмы для работы с портретным режимом режим x-mage короткие примеры вы сейчас увидите ну что же быстро в студии фронталка у huawei made 50 про разумеется в 4к 60 fps и фронталку у сяоми на 1080 30 fps разницу вы видите к сожалению или к счастью хотя бы 60 fps бы допилили все уме 13 можно было бы сказать что неплохо почему потому что картинка конкретно мне нравится и на том и на другом устройстве но разрешение конечно же рулит и 60 fps это вообще другая история тем более на 4к немного основной камеры в студийной съемки сяоми 13 huawei made 50 про как что вам больше нравится что вам больше импонирует от решать вам но опять же в этих условиях все смартфоны снимают классно в 4к 60 fps я думаю что это и другое вам довольно нравится но какая картинка больше нравится конкретно вам решать всегда вам вот вы сейчас видите как на основной модуль может снимать и то и другое устройство повторяюсь сяоми то молодцы камеру допилили ничего не тормозит нигде при рендере и с цветами они делают все намного натуральнее чем хуауэй с другой стороны я знаю очень много людей кому нравятся вот эти вот выкручивание ядовитых цветов пусть они не соответствуют действительности не все же будут потом маски накидывать правильно или красит ролики я допустим этого не делаю смотрим и немного ультрашириков макро вот сейчас вы видите как снимает то и другое устройство на ультраширик 10 секунд вполне достаточно чтобы увидеть что угол у huawei больше в 4к 60 fps разумеется при том сяоми может снимать к сожалению только в 4к 24 ппс на ультраширик вот так разумеется не немного видео на фронталку вот так вас будет снимать сяоми а так будет снимать huawei разница конечно космос правда просто 4к 60 fps на обоих смартах мы видим что у huawei довольно приличный кроп и я вам скажу что цвета у huawei еще как перекручены то есть тот зеленый что вы видите он не такой очень странные дела вот так они хотят понравится пользователю все должно быть сочно хотя все не сочно то есть сейчас дымка и xiaomi лучше передает эту картинку фронталка в маркобесном лифте сравнение о дара и huawei точнее сравнению по вы и сяоми 13 смотрите-ка у кого-то роллинг шаттер у кого-то каких-то флагманов здесь лицо как-то сильно очень меняется да еще одно сравнение еще раз попытка сяоми сравнить в лифте с роллинг шаттер у кого-то основная камера 4к 60 fps и вы видите как снимают флавой и как снимает сяоми сяоми кстати ощущение рвану но я напоминаю что опять же без рендера сяоми выдает довольно плохие файлы если ты выгружаешь на youtube даже напрямую фронталка сяоми и huawei хотя если опять же ты меняешь кодировку сяоми съемка как вы видите отлично 4к 60 fps съемка цветов вблизи я вам скажу по цветам по экрану ближе намного сяоми вообще намного ближе а а а а а а наблюдают точек, а вот сейчас если посмотреть, я даже не знаю, наверное, все-таки, да, Xiaomi лучший 1830 фпс улажги у нас у Xiaomi, личные каши весят в фронталку у Huawei 4к 60 фпс сравнение ночного видения и видео, я вам скажу, что ну здесь вы видите кто кого, да, и напоминаю, что еще у Xiaomi есть и великий ужасный 8к, в отличие от Huawei и смотрим максималочку на Xiaomi, на Huawei x6 на Xiaomi и x10 на Huawei, ну и x и в принципе и то и другое абсолютно бесполезно по мне но на Huawei можно уйти на ультраширик это очень круто, на Xiaomi нельзя 4к 60 фпс, катакомбы, недостаток освещения и в некомплементарных видах мы тестируем два устройства в 4к 60 фпс в целом вот так со стабом понятно, с картинкой мне кажется тоже ну что же, 4к 60 фпс, съемка в лучах, солнце, захат, если вы что-то слышите, отлично вот так примерно вы сможете себя снимать, если будете ехать и снимать себя с руки на фронталку по Huawei Mate 50 Pro конечно снимает она классно, так делаете не стоя, но в обе шатру не живите, здесь все движения и смотрят не хорошо если говорить об основной камере, дневное время, съемка с одной руки в движении очень классно снимает то, что кроп мы уже запомнили, правда, но без учета того, что кроп опять же лучше пусть будет кроп на нормальная стабилизация, минимальный кроп, чем у нас кропа не будет и потом нам нужно будет какие-то программы все это закидывать а программа при любом раскладе это всегда намного хуже режется, чем режется напрямую уже в самой железке то есть когда вы в смартфоне имеете эту стабилизацию, она все равно в разы лучше, чем если вы в премьере будете ее вручную делать ну не факт, если опять же вы профессионалу, у вас прям все настроено и классно настроено, то все будет круто но лучше намного удобнее, когда вот так все в ходу, в коробке у тебя в стоковой программе без извращений и по мне еще раз повторяю, что вот это дело очень классно снимает даже в движении это его обалденный плюс я не говорю про фото, я не говорю про rolling shutter, хотя и то и другое мне нравится к слову, опять же, в сравнении с Xiaomi 13 не просто так ну в принципе вам хватит видеоряда для того, чтобы оценить, как он справляется с тенями, тряской, шумом в конце концов, правда? ну что, фронталка, чтобы понять, что такое новый год в Азии, вот, ты едешь, тебя обливают водой полностью и фронталка тебя безумно красит, то есть я здесь на ней на лет 10 моложе, хотя улучшалки отключил обожаю за это Huawei, они всегда делают так, чтобы люди, которые их покупали, чувствовали себя лучше пусть через камеру, но так 4К 60fps, основная камера, ночь и съемка с двух круг в движении на Huawei Mate 50 Pro и ввиду того, что я уже тестировал Honor Magic 5 Pro, который первый по каким-то неясным мне причинам у DXO Mark в рейтинге камер, сейчас мы тестируем второго смартфона в рейтинге камер и, ну не знаю, вот давайте встал, когда встал, наверное, все лучше но мне все равно скажут, что Саня почему-то снимаешь без штатива, почему снимаешь, вообще снимаешь ночью на смартфон он же второе место в DXO Mark занимает, нечего на него снимать, нужно просто на рейтинг смотреть, да? X, вот вытянул, смотрите, здесь, знак, молодец, и на ультраширик можно, класс фронталка, шикарные, 4К 60fps, ночь, и ее тоже можно переключать, вот это я понимаю а у первого места нельзя переключать, я не прицепился, просто для меня это странно очень идет какой-то даунгрейт, а они дают первые места ночная съемка предметов разных все, что хотите немного мастерского начало созидание блина с бананами ночью вот такая подсветка и в целом все работает довольно быстро камера работает довольно неплохо еще немного ночной вкусняк все вот так пятью можно наесться ну а главное, как работает камера не знаю, я вижу фризы, я очень надеюсь, что их я не буду видеть при съемке, когда буду проверять на уже компьютере и я думаю, что вы не будете тоже фризов видеть и самое последнее обновление 4К 60 фпс съемка с одной руки вот так вы сможете снимать парковки рядом с пальмами а если серьезно, то не знаю у меня тормозит картинка жутко надеюсь, что при скидывании это будет не так фронталка 4К 60 фпс Huawei Mate 50 Pro я наверное Mate 50 тоже куплю вот так фронталка вас будет снимать в режиме реального времени если вы будете заниматься целым мазохизмом когда будете гулять по улице и рассказывать что-то кому-то без всяких палок сейчас видите, как освещение меняет цвет моего лица ну, что есть, то есть ультраширик съемка в торговом центре вот так сможете снимать объекты допустим автофокус работает отлично Huawei молодцы и иксы по сути с переключением камеры X10 тоже отлично можно здесь набрать себе еды готовка пока пока 4К 60 фпс из тенька свет вот так вот иксы вот подторможен как здесь 4К 60 фпс вот такой вот развлекал на ультраширик на ультраширик так ну на детскую меня не пустят но на вот тех я сейчас буду мучить этот смартфон бом-бом-бом бом-бом-бом 4К 60 фпс и здесь будет тест Huawei и фронталка 4К 60 фпс пока до утопления Huawei и первый тест 4К 60 фпс у нашего любимого Huawei 4К 60 фпс нас не загоняют никак моя ватрушка летит пока ничего не слетело очень медленно очень медленно вот она масса решает зато интереснее кадр куда-то куда-то смотреть поехать может в тот момент когда в тот момент когда вылетел кто не вылетел и в целом норм справился ну что понесла 4К 60 фпс Huawei ешки-ка кушь-ка Пока краткий вердикт, что на Huawei, что на Oppo Point X6 Pro, Mate 50 Pro смартфоны на горках вырубаются от неосторожного касания или влаги. На iPhone 14 Pro Max такого не было, но еще раз напоминаю все, кто думает, что я топлю за iPhone. iPhone 14 Pro у меня после покупки утонул. Пропы все на канале буквально в течение двух дней после приобретения, а одного дня. Смотрим. Мы сами. Так, ну что, стандартный тест и для iPhone, и для всего остального. Oppo Point X6 Pro не вырубилось ничего в двух раз, но вырубалось видео. Если этот вырубят сразу, значит вырубят. Мне кажется, из-за ветра могут запретить. Сильный ветер. Есть? Можно. К сожалению, можно. К радости для вас, к несчастью для меня. И будем надеяться, что не вырубить, а сразу. Смог. Ах, Huawei, что молодец. Молодец. То, что не смог, опа, смог Huawei. Двигается. И еще один маленький тест для Huawei P50. Мэйт ПРО. Мэйт ПРО. 50 ПРО, Мэйт. Мэйт ПРО. И вот так понеслась. Можно будет делать, если вы будете на нем экспериментировать. Поговорить. Хорошо. Выходить. Симметричный тест. Галери? Да. Не готов. Да, вот так мне помогают разбить вартфон. Но Huawei так просто не сдаётся. Да, вопли. Вопли. Говорят о том, что там будет весело. И весело, скорее всего, будет. И окорный бабай. И выпал. Без рук плохо кататься. Вот так. 4К 60 ППС. Ночная съёмка. Много огней. Специально нашёл это место. Можете оценить. 4К 60 ППС. А вот это реально обедная ветеринка. Ночь. Вот она и чёрок. Ульта стабилизация изображения возможна только 1080p 60 ППС. Но работа тоже, конечно, шикарная. Ну что же, начнём разбирать фотографии. Xiaomi. Мы видим апертуру 1.8. ISO автоматом вышло 50. Размер 3072 точки на 4096. Проверяем, чтобы у нас то же самое было с Huawei. Но единственная апертура здесь выставлена была на 2.0. Первое по цветам. Я хочу вам прямым текстом сказать, что Huawei здесь цвета перекручивает. То есть вот здесь вы видите у Xiaomi более натуральный цвет. То, что видел я. Если говорить по объектам, берём здание. Вдалеке стоящее. Здесь детальности больше у Huawei. Он больше вытягивает информацию однозначно. Вдалеке стоящее здание лучше получилось у Huawei. Но это не значит, что лучше фотографировать. Абсолютно бесконечный лидер у нас Xiaomi. И по детализации понятно, что вряд ли вы будете разглядывать все эти прелести вдалеке, в перспективе. Но если кто-то будет разглядывать, то Huawei, я бы сказал, конкретным образом проигрывает. И переходим к очень крутой фотографии у, в первую очередь, Huawei ночью. У нас на Xiaomi светосила 1,8 стандартный 35 миллиметров. У Huawei 1,4. И сошка 250 тоже 35 миллиметров. Я думаю, что особо сильно здесь увеличивать что-то или показывать смысла нет. Вот допустим, мальчик здесь же. Момент, разумеется, может быть чуть-чуть разный. Но до такой степени хорошо справился Huawei. При том, что я делал несколько фотографий, плюс-минус было одинаково. Что сравнивать не стоит. Полная просто победа Huawei во всем. Единственная работа со светом у Xiaomi лучше. Но опять же, а зачем она нужна? Все делается в автомате. Я уверен, что при желании можно и на Xiaomi неплохую фотографию сделать. Особенно в постобработке. Но если снимать с руки, допустим раз пять, то плюс-минус одинаково. И здесь у нас и Xiaomi, и Huawei имеют легкие зайчики. Но не критично ни для одного, ни для второго. Если говорить о контуре зданий, то опять же, здесь плюс-минус сливается у всех одинаково. Так, теперь немного фронталки. К сожалению, Xiaomi не конкурент. ИСО у нас 4000 выставлено было автоматом. Апертура 2.0. Huawei выставил ИСО в 1600. И апертуру в 2.4. То есть, по идее, Huawei должен был бы снять не так хорошо. С одной стороны. С другой стороны, посмотрите на количество деталей. То есть, здесь морщины видны, здесь нет. Вот я фотографировал цветочки несколько раз. И Huawei было довольно сложно сфокусироваться на цветах. Притом на основную модуль. Вот смотрите, Xiaomi выставляет светосилу 2.2 и СО сотка. То есть, было солнечно, ясно. Huawei выставляет 125. Апертуру 2.2. И магия у Huawei, отрицательная магия, не в том, что он, допустим, неправильно передает цвета, потому что цвета у Xiaomi лучше. А то, что он фокусируется, намного сложнее на подобных однородных цветовых объектах. Хотя, с другой стороны, если посмотреть на эти листочки, вкуснее на Huawei. Хотя, повторяюсь, что цвета натуральные у Xiaomi, вот такая магия. Ну и разумеется, чтобы мне никто не говорил, что Саня, ты никогда не вспоминаешь, что Huawei, там, Zoom, просто космос. Вот вам, для примера, Xiaomi. Вот вам, для примера, Huawei. И здесь, в принципе, нечего говорить, потому что в X10, ну, Huawei просто рвет, рвет. С одной стороны, с другой стороны, вы часто фотографии такие делаете. Если часто, то вот вы знаете, что Huawei просто в этом смысле супер. И переходим плавно к ультраширюку. Мы сейчас посмотрим, как у нас хорошо справился Huawei и как хорошо справилась с Xiaomi. Я думаю, вы сразу догадались, что справа у нас Xiaomi, а слева у нас Huawei. И апертура выставляется разная, 1,8 на Xiaomi, но Huawei 2,0. Если брать номер, то, ну и там, и там читабельно. Если брать по углам, кто больше, получается, заснял, то здесь видно, что Xiaomi берет больше угол. Это видно по табличке, это видно по зданию. Номер намного лучше поймал Xiaomi. Минусы нет миниджека. Космический ценник на старте продаст сейчас более чем адекватный. Нет Google сервисов. Все время через какие-то танцы с бубном вам придется все это дело заводить. Отсутствует 5G. Неудобный экран, который поедает часть информации как внизу, так и наверху. Ложные срабатывания у меня бывали у экрана из-за водопада. Хотя многие пишут, что у них их нет. Другие пишут, что у них они тоже есть. И ощущение, что ты получил то же самое, что Huawei P20 Pro. Напоминаю, что у меня был Huawei P20 Pro, P30 Pro, P40 Pro, P50 Pro. Они были основными моими смартфонами. И вот ощущение, что ничего не поменялось, все еще есть. Они топчутся на месте. Опять же, это мое субъективное ощущение. С другой стороны, за эти деньги, цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Но есть другие флагманы, о чем я расскажу вам в конце и рассказывал в течение всего, наверное, ролика. Это очень сильно похоже на фанатов Sony с лютым оверпрайсом. На фанатов брендов третьего эшелона, которые потом не могут продать эти устройства, потому что они нереально глючат. Вот то же самое с фанатами Huawei. Они их любят, ну и это, наверное, хорошо. Есть ли промокоды? Смотрите в моем телеграм-канале скидок по ссылке в описании. Не забудьте на него тоже подписаться, потому что в перспективе я там буду дублировать ролики. Там сможете, если захотите, смотреть обзоры. Если даже через VPN к тюбу не будет доступа. И резюмировать я бы хотел довольно неприятно. Почему? Потому что если у вас есть 50 тысяч рублей, да, сейчас в Huawei не как в ноябре можно купить за 100 тысяч, сейчас уже 50. Напоминаю, что прошло всего полгода, он потерял ровно в два раза стоимость. Следующий момент. Если я брал бы Smart, я бы сейчас взял Xiaomi 13. Почему? Потому что мне больше импонируют прямые грани, потому что у Huawei нет 5G и не будет. Потому что у Huawei лично у меня уже были проблемы с запуском каких-то сервисов, те же игрушки. Установил, потом пришло обновление. Заново искать какие-то способы, чтобы тот же YouTube установить. Для меня это неприемлемо. Мне не понравилось у Huawei очень сильно. Это экран, потому что, несмотря на то, что он классный, у него не хватает сравнений с другими флагманами лично мне уже яркости. Потому что я, опять же, стараюсь подумать. Я покупатель. Я приобретаю устройство. Я хожу с какими-то устройствами. Вот сейчас у меня есть уже опыт работы с устройствами с яркостью больше, чем у Huawei. И мне уже Huawei-вской яркости реально не хватает на улице при солнечном свете. И это абсолютно нормально, потому что к хорошему быстро привыкаешь. Если говорить о том, что очень круто, что у него есть возможность расширить память картой памяти. Да, но, опять же, это не актуально для очень многих. Почему? Потому что вспоминаем, что у нас есть облака. Я всегда за карту памяти. Но карта памяти не перекрывает других недостатков. Если говорить о видео и фото, в моем понимании с моими мониторами, которые откалиброваны, я вижу, что Huawei перекручивает цвета. Да, они более приятные глазу, но они не соответствуют действительности. Они более яркие. У Huawei есть встроенные улучшалки, к сожалению. То есть, как бы я сейчас не записывал видео на фронталку и основную камеру и фото, я выгляжу реально на его камере лучше, чем есть на самом деле и лучше, чем на камерах других производителей. То есть, они не про натуральность. Очень круто, что здесь есть 4К 60 фпс на фронталку. Очень круто, что здесь есть 4К 60 фпс на основную модуль. Но магия в том, и на ультрашире, к слову, что у тебя нет 8К. То есть, может быть, кому-то они нужны. И реально они кому-то нужны. Кроп делать потом. Я понимаю, что я вам сейчас рассказываю про какие-то вещи, на которые любой любитель Huawei может сказать, мне это не надо, мне это не надо, мне это не надо, мне это не надо. Хорошо, тогда зачем вам переходить с Huawei P30, P20, P40 Pro на Huawei Mate 50 Pro. Только из-за того, что у него получше фотографии, ночью, да, и правда, очень крутые фотки. Все, купите себе фотоаппарат за эти деньги. Как очень часто правильно все говорят, и я с ними согласен. Если вы хотите флагман, то посмотрите в другие стороны, зачем покупать аппарат, которого очень много на наших ритейловских площадках, где продают физические лица. Посмотрите прямым текстом на Авито, сколько там Huawei-фских девайсов. И я понимаю, что это хорошо, что вы можете купить дешево новый девайс, который можно считать флагманом. Но это не до флагмана при любом раскладе Huawei санкциями задушен. Это вы должны понимать. Железка за 50 тысяч очень классная. Для фанатов, у кого экосистему Huawei, must have. У Huawei, повторяюсь, лучшие ТВС-научники, лучшие часы, лучшие ноутбуки по соотношению цена-качество. Но в смартфонах они, не сказать, что далеко сзади. Когда у нас были смарты флагманы с 4G, вспоминаем. И это не просто 4G, это и обвес, это старый Bluetooth, это все старое. То есть у нас получается устройство флагман, но не флагман. Девайс от меня за те деньги, что его сейчас продают, если вы собираетесь его себе купить и не думаете о продаже завтра, и гуглы вам не нужны, однозначно да, потому что все те минусы, что я перечислил, для некоторых людей будут не актуальны. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, посмотрите обзор обязательно на китайскую версию Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Global, потому что по соотношению цена-качество сейчас по мне это самый золотой аппарат. Может быть вы со мной не согласитесь, напишите в комментах, почему я не прав. Добра и удачи вам, дорогие друзья!